Жизнь каждого имеет такую же силу для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира. А что суд уже у дверей? Послушай, что говорит апостол. Ночь прошла, а день приблизился. Римлянам 13 глава 12 стих. В другом месте говорит, грядущий придет и не умедлит, евреям 10 глава 13 стих. Да и сами признаки, возвещающие день суда, уже открылись. Ибо сказано, проповедано будет всей Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. Заметьте особенно эти слова. Не сказал Господь, когда уверуются люди то, но когда будет всем проповедано. Посему он и прибавил во свидетельство всем народам, давая через то знать, что он не будет отлагать пришествие своего дотоли, пока все уверуют. Во свидетельство значит в обвинение, в обличение, в осуждение неверовавших. А мы, слыша и видя это, спим и видим мечты, как в самую глубокую ночь, отягченные вином. И действительно, происходящее теперь наяву, приятное ли то, или неприятное, ничем не лучше сновидений. Посему умоляю вас, пробудитесь, наконец, и возвите к солнцу правды. Сонный не может видеть солнце и усладить взор свой красотой лучей его. Если же кто и видит, то все как бы во сне. Итак, нам нужно теперь большее раскаяние и много слез, как потому, что мы бесчувственно согрешаем, так и потому, что грехи наши велики и превышают прощение. А что я не лгу, в том, свидетели, большая часть слушателей, впрочем, хотя грехи наши превышают прощение, однако ж, покаявшись, мы все удостоимся венцов покаянием же. Я называю не то, чтобы только отстать от прежних худых дел, но еще более, чтобы показать добрые дела. Ибо сказано, сотворите достойные плоды покаяния. Лука 3 глава 8 стих. Как же нам сотворить эти дела, поступая напротив? Например, ты похищал чужое, впредь давай свое. О, долгое время любодействовал, теперь воздерживайся от своей жены в известные дни и привыкай к воздержанию. Оскорбил и даже бил кого-либо, теперь вперед, благословляй обижающих тебя и благотвори бьющих. Ибо для исцеления нашего недовольно только вынуть стрелу, но еще нужно приложить крайне лекарство. Ты предавался прежде сластолюбию, пьянству, теперь пастись и пей воду, старайся истребить зло от прежней жизни происшедшее. Ты смотрел прежде на чужую красоту с вожделением, впредь для большей безопасности совсем не смотри на женщин. Ибо сказано, уклоняйся от зла и делай добро. Солом 33. Еще удерживай язык твой от зла и уста твои от скверных слов. А я требую, чтобы ты творил доброе. Ищи мира и следуй за ним, не только с людьми, но и с Богом. Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...